20 рублей. Красиво, недорого. Покупайте. Возле импровизированного прилавка «Переполох». В роли продавцов школьники, преподаватели помогают. Привычных ценников нет. Покупатели отдают, сколько не жалко. Рядом с товарами имя авторов, воспитанников многопрофильного лицея. Для благотворительной ярмарки Ира смастерила вот эту корону. Пояснять ей совсем не сложно, а выручка от продажи вещицы станет для кого-то спасительной. Эти денежки помогут, их отдадут докторам, и эти денежки помогут детям маленьким. Я купила елочную игрушку. Повешу на елочку. Новогоднее настроение. Собранные средства направят на лечение двухлетнего Волокжанина. У Глеба Завьялова тяжелейшее онкологическое заболевание. Помочь ребенку, говорят врачи, сможет только операция по удалению опухоли роботизированной системой. Основные расходы – 600 тысяч рублей. Взял на себя фонд «Во имя добра». Но семье Глеба нужны и дополнительные деньги. Ребенок находится в тяжелом состоянии. После химиотерапии ему очень ограничен круг общения с посторонними людьми, потому что он может подцепить любую инфекцию. Это будет приговор уже окончательный. Поэтому нужны особые условия проживания, пребывания, питания. Лекарства нужны дорогостоящие. Чтобы собрать деньги, усилия решили объединить. Тогда на помощь и пришел лицей. Лицей считает, что это очень важно – учить детей с самого маленького возраста со всем, что связано со словом «благо». Благодарности, благотворительности, чтобы было в результате благополучным общество. И именно поэтому сразу после ярмарки школьники отправляются на сцену. Вырученные деньги за билеты на концерт также направят в семье Глеба Завьялова. Я думаю, соберутся немаленькие средства на операции для тех, кто нуждается. И дети будут здоровы. Это самое главное. Ты, мамусечка моя, поздравляю я тебя с праздником, свиночками! А потому как впереди один из самых добрых праздников – День матери, то и тематика соответствующая. Своих мам со сцены дети поздравляют стихами и песнями, а за кулисами вручают им сделанные вручную медали. Алена Александрова, Николай Замараев, Новости Вологды.